Доброго утра! Всем, кто рано встал и смотрит нас сегодня, ланчбокс Максим Цыгвинцев. Мы готовим великолепные завтраки. Сегодняшний завтрак будет родом из Франции. Это будет омлет во французском стиле. Ну, начнем. Мне понадобится яйца в количестве штук пяти. И, смотря на сколько человек вы готовите, то есть это будет примерно на две порции омлета, я выбиваю яйца в миску. И мне нужно взбить их венчиком. Когда вы готовите омлет, яйца нужно присолить, взбить с солью и оставить минут на пять, для того, чтобы соль хорошо соединилась с яйцом. Тогда у вас омлет никогда не отсыреет на сковородке. То есть, знаете, бывает, жидкость отделяется. Это вот из-за того, что соль не добавляете. Добавьте соль, и все будет отлично у вас всегда. Прямо в яйца я натру сыр пармезан. И тоже перемешаю. Оставляю яйца. Займусь начинкой, как раз время у меня есть. Немного масла на сковородку. Температура средняя. Нарезаю бекон кубиком. И сразу отправляю на сковородку. К бекону добавлю томат. Мне нужно вырезать из томата семечки, чтобы они воду не давали. Вот так вот оставить, только стенки. И тоже нарезать, замятать кубиком. И отправить прямиком к бекону. Бекон томат. Петрушка. Я возьму только листики. Пошинкую мелко-мелко. Тоже отправлю. К замесу. И буквально треть зубчика чеснока. Немножко. Только для аромата. Я его вот так вот. Раз. И тоже мелко-мелко. Пошинкую. Вот так вот в кашицу. И отправлю. Посолю. Поперчу. Все. Начинка готова. Приступаем к приготовлению омлета. На сковородку, на холодную сковородку наливаю оливковое масло. И даю хороший такой шматок сливочного. И омлет я буду жарить тоже интересным способом. Смотри. Масло разогрелось. Температура средняя. Я выливаю омлет на сковородку. Добавляю немного температуры. И смотри. Жду, пока омлет схватится снизу. И буду как бы сдвигать его от края к центру. Сейчас все увидишь. Вот. Омлет начинает схватываться снизу. И я вот так вот силиконовой лопаткой сдвигаю его от края к центру. А на место омлета возвращаю еще неприготовленное яйцо. Главное не пересушить омлет. Он должен остаться очень сочным внутри. Выкладываю начинку на омлет. Распределяю. Одну половинку омлета как бы подвернуть на вторую. Вот так. Все. Сейчас мне нужно просто переложить аккуратно омлет на тарелку. Украсить зеленью. И сверху дам еще пармезана. Вот такое вот простое, вкусное, сытное блюдо мы приготовили буквально за 5 минут. Желаю вам приятного аппетита. Увидимся в следующей программе. Субтитры сделал DimaTorzok